Здравствуйте! Вот и наступила середина февраля, а значит скоро зима закончится, с чем я вас и поздравляю. Как поздравляю вас с тем, что впереди выходные, а значит будет прекрасная возможность получить новые положительные эмоции и отдохнуть перед рабочей неделей. Обозревать афишу традиционно начнем со спортивных мероприятий, благо их очень много. Сразу два силовых старта ждут нас в субботу. Первое мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Динамо», и это будут соревнования под зюдо. Еще одно мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Факелы», это будет первенство по Кабудо. Оба начнутся с утра и продолжатся в течение всего дня. А в спортивном комплексе «Спартак» в воскресенье пройдут соревнования по греплингу, они начнутся в 10 утра. Оба выходных и субботу и воскресенье нас ждет первенство по бадминтону. Оно будет проходить в спортивном комплексе «Восток» в течение всего дня. Приедут гости из различных регионов Центральной России. Кроме того, интересные мероприятия запланированы в Родниковском районе. Там можно будет сдать нормативы ГТО «Зимние забавы». Участвовать смогут не только школьники и пенсионеры, но и все желающие. Главное – заранее зарегистрироваться. И лыжное ориентирование – это будет спортивный туризм, запланирован в Шуйском районе. Вообще, на грядущей неделе будет множество мероприятий для лыжников. Главное – следите за афишей, и вы будете в курсе. Хотите, чтобы у вас было 120 друзей? Тогда отправляйтесь на квиз «Полная ребусня». Каждые две недели по воскресеньям самые отрывные и креативные жители нашего города любого пола и возраста собираются вместе, чтобы мозговым штурмом покорить ребусы и задания. А еще, чтобы посмеяться, отдохнуть и наполнить жизнь красками. Особенных знаний не требуется. С вас – желание играть и пара часов свободного времени. Все остальное сделают организаторы и ведущие. Авторские ребусы, необычные задания и шоу-программы идут в комплекте. Записывайтесь заранее, друзья ждут. Основа проекта – это авторские ребусы, всеми любимые с детства, которые мы отгадываем в команде, в группе людей, в группе друзей. Мы хотим создать такую тусовку, где все друг друга знают. То есть у нас есть определенные критерии. Мы хотим, чтобы на игру у нас приходило 100-120 человек. И это прямо была наша тусовка. Всех мы знали по именам, по фамилиям, когда у кого день рождения. В дальнейшем планируются определенные выездные мероприятия, чтобы мы не только базировались в одном помещении, а, например, лето, хорошая погода, мы взяли, выехали на природу, также техническое оснащение сделали и тоже провели игру. Еще одни февральские выходные настоятельно рекомендуем провести в театре. На сцене Ивановского драматического будет показана комедия «Фарс», они будут так трепетно счастливы. Это удивительная, трогательная и добрая рождественская история, которая зарядит позитивом на всю неделю и вдохновит на свершение. А в Ивановском музыкальном театре запланирована постановка «Красавица и чудовище». Думаю, сюжет рассказывать никому не нужно. Это классическая история, но с современной адаптацией. Интересна она будет не только маленьким зрителям, но и их родителям. Спешите за билетами. Время не только деньги, но и искусство. Убедиться в этом можно, посетив выставку часов из коллекции Анатолия Майстренко. Она открыта в музее Бурылина. Собрание насчитывает более тысячи разнообразных моделей часов, как наручных, так и настенных. Оценив экспозицию, можно проследить развитие часовой промышленности от времен СССР до наших дней. Также посетители смогут увидеть продукцию всех часовых заводов страны. Моя профессия – часовщик. Я работаю в часовой моческой уже больше 20 лет. Поэтому, как бы, само собой это нужно было делать. Тем более, захотелось сохранить всю эту красоту. Идет время, все это исчезает, все это пропадает, теряется, разрушается. Мне захотелось вот создать такую коллекцию, чтобы люди смотрели, кто-то ностальгировал, кто-то удивлялся. 16 февраля в спортивно-звлекательном комплексе «Олимпии» проводим чемпионат России по автозвуку и тюнингу. Впервые в Иванове мы делаем такого формата мероприятие. Особенность его – то, что мы приглашаем участников со всей России, проводим это мероприятие внутри «Олимпии». То есть мы, как обычно, на площадке всегда делаем, тут мы приглашаем внутрь. Мы расставляем машины, делаем большое шоу, приглашаем каких-то ведущих интересных, аниматоров. Будет очень клево, будет много звука, много автозвука, будет интересное мероприятие. Приходите 16 февраля в 12. Продолжаем изучать афишу, теперь уже культурную. В грядущие выходные, в субботу и воскресенье, можно будет послушать музыку в рамках фестиваля «Рок февраль». Продолжится конкурсная программа, в субботу и воскресенье, старт жеребьевки в 13.00. Впереди три номинации. Тем, кто предпочитает более мелодичную музыку, лучше всего в субботу в 11 утра отправиться в колледж культуры. Там будет фестиваль народной песни. Еще одно музыкальное мероприятие запланировано на воскресенье в Координационно-Методическом центре. Туда организаторы приглашают любителей казачьей культуры. Будут показ интересных фильмов, веселые гуляния, ну и, конечно же, концерт. Организаторы отмечают, что казаки гулять умеют, ну и, разумеется, приглашают всех желающих. Кроме того, еще одно уличное мероприятие будет проходить в Кинишме для тех, кого не смущают капризы погоды. Там будут определять автора лучшего снеговика. Приглашаются не только жители города, но и гости. Тема этого года – год театра. Будет много всего интересного. Вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели вам рассказать. Выбирайте мероприятие по душе и по сердцу, а мы постараемся вам помочь. До свидания.